Сама по себе руна – это типичный представитель прибалтийско-финского устного народного творчества. То есть это в определенной форме, определенным стихом положена история. Истории бывают разные, их в целом можно разделить на несколько категорий. Бытовые, исторические и эпические. Эпические – это, например, руна, посвященная сотворению мира и вселенной. То есть, например, в случае, если мы говорим о бажорских рунах, потому что я больше специализируюсь по культуре малочисленных прибалтийско-финских народов Ленинградской области, то в данном случае это Ломис – руна, руна сотворения мира. Если мы говорим о Халиване, то это первая и частично вторая руна. Ну, вот такого вот формата. Исторические руны и бытовые, они, как правило, повествуют… Точнее, исторические руны, как правило, повествуют у каких-то героев. То есть, вот, Поход за Сампо – это, например, вот такой вот около исторических руны. Ну, и, точнее, как сказать-то, про прощение, вылетела мысль. Ну, скажем так, назовем это руны о героях тогда. И третий – это, соответственно, бытовые руны. В Халивале они успешно раскиданы между разными рунами. То есть, таким способом Элиас Ленок так как-то минировал. В целом, они встречаются преимущественно в народных творчестве, в наиболее чистом формате, и мы их можем прочитать в сборнике Дэвида Эммануэля и Уропиуса с Сонным Канцем Ван Хатрунт. Вот. Руна, скажем так, это была не просто песня. Она несла такое небольшое, скажем так, ритуальное значение. Кто-нибудь читал книгу «Услы ликуют волшебник в земном море»? Я вчера задавал этот вопрос, но... Не успели заднить. Нет, может быть, кто-то из здесь бесуспущих читал. Там просто такой, скажем так, магический мир, в котором маги выполняют со мной всегда какие-то вот такие вот типично магические, колдовские задачи, вроде лечения скота, знания духов, лечения детей и так далее. А с другой стороны, они же лучше всех знают эпическое наследие. Вот. В принципе, тут аналогичная ситуация. Как у многих народов, тема эпического вкусного наследия и тема колдовства и, скажем так, такой народной обрядовости, она очень тесно распаяна в месте. Аналогичный пример мы можем наблюдать, например, аналогичным примером могут быть народы... Ну, например, могут быть ирландцы, у которых тоже изначально единая некая вот такая вот общая часть, которая включала в себя и бардов, и друидов, постепенно разделилась на две разных ветки. В прибалтийско-финских народах произошла аналогичная история. То есть в какой-то момент выделились рунок нефцы, а в какой-то момент выделились, собственно, колдуны, арбы, батьвашки в зависимости далее от региона. В связи с этим, опять-таки, тут, как вы уже упоминали, кроется секрет о том, почему такая тихая музыка, потому что у прибалтийско-финских народов было очень такое, скажем так, почтительное отношение к музыке. Они считали, что музыка и пение являются неким таким вот языком, на котором можно общаться с миром, то есть языком творения, если так можно сказать. Соответственно, громкая она быть и не должна была, по идее. И поэтому, как правило, исполнялась она в кругу селян, в доме какого-нибудь человека, к которому пришел рунопевец, и вот он исполняет. Исполнялась она в нескольких формах, наиболее чаще всего исполнялась она в нескольких форматах. Либо это один рунопевец, причем рунопевец мог петь ее без аккомпанемента, просто так, либо с аккомпанементом в виде инструмента кантеля. Из-за чего кантеля приобретал тоже такой достаточно интересный статус, скажем так, не просто музыкального инструмента. Например, вплоть до начала XX века кантеля использовалась в певалтийских и финских деревнях Ленинградской области аналогично под коре. То есть его небольшая копия или полноценный инструмент, пришедший в негодность, допустим, или даже годный инструмент, но просто на котором не играли, он помещался на дверь, на удачу. Второй вид исполнения, это когда рунопевцы садились дружно против друга, складывали у друг друга руки, и покачиваясь в такт, начинали песню и пели полностью всю руку. Этот момент нашел даже отражение у Ленинградса, в Калевале, там, если помните, в первой руне есть такой момент, так давай своими руки, пальцы наши вместе сложим и споем с тобой вместе и с тобой подводным словом. Так, теперь перейдем к последней части моего рассказа, у меня сегодня небольшое получилось выступление, о том, каким же образом разномастные руны с различными сюжетами, которые различались не только между различными прибалтийско-финскими народами, которых тогда всех называли фильмами, кстати, до XIX века, когда мы встречаем упринание вообще этнонима Финны, под этим этнонимом может скрываться кто угодно из прибалтийско-финских народов региона. Каким же образом руны, сюжеты которых различались не только между народами, но и между деревнями, каким же образом они превратились в полноценное поэтическое произведение? Тут уже оказал свое влияние дух времени, когда жил Ленинград. Это было начало XIX века, и это была эпоха романтизма, которая постепенно входила в свою максимальную точку, в точку национального романтизма. И тогда считалось, что у каждого народа, когда он встает на ноги, когда он обретает свою идентичность, а Финны как раз тогда обретались в свою идентичность, после Боргатского осени, считалось, что у каждого народа должен быть свой эпос. Эталоном эпоса, безусловно, была Илиада и Алисея Гомера. И, соответственно, Элиас Ленинград поставил перед собой достаточно грандиозную задачу, тот материал, который он собрал в ходе своих экспедиций долгими-долгими годами, а также частично материал его коллеги и друга Давиды Манель и Европиуса, создать из этого всего цельный, сюжетный, похожий чем-то на Илиада по своей структуре, по каким-то серьезным ходам произведение. Насколько я знаю, это даже было причиной некого конфликта такого научного академического между Давидом Манельем и Европиусом, который считал, что, ну, как и положено, хорошему полевику, у полевиков есть такой момент, если они что-то видоизменяют, то это, скорее, плохой знак. То, что ты записал, то и нужно опубликовывать. И поэтому, по этому же принципу, Давид и Европиус действовал всю свою жизнь, и вот этот огромный многотомный сборник, в своем конце Манхат-Рунок, где песни записаны слово в слово, как сказал скатитель, с указанием места, с указанием точной даты, точно катифицированный. И вот, соответственно, второй подход, подход Леонбрата, когда он взял такие наиболее подходящие, по смыслу, не более понравившиеся ему из-за Рун, причем разных народов, поскольку там есть Руны из Центральной Финляндии. Это Руны в Центральной Финляндии, это Сапариннимира, насколько я не ошибаюсь, это, если я не ошибаюсь, это Руны о Венинне, оборудились с Юг-Аханином, это тоже, по-моему, если я не ошибаюсь, это финские Руны. Есть Карельские Руны, цикл Асампа, это, насколько я помню, Карельский, и есть цикл взятых у Ижоры, вот, собственно, цикл Уродус, а тут я могу сказать с точной уверенностью, какие это именно Руны, потому что это все хорошо описано и исследовано, в том числе и Ольга Игоревна Канькова, который я сегодня помянул. Это Руна в Большом Дереве, это Третья Руна, и цикл Удлерва, весь практически Ижорского происхождения, и примыкающий к нему сюжет о Золотой Дереве. Собственно, в рамках нашего Центра мы оригинальную руну, точнее, именно этнографический вариант руны о Золотой Дереве, мы его, скажем так, поставили, видели театральные постановки, и вот как раз сейчас она находится на этапе усиленной подготовки. Извини, можно? Да. Сейчас как раз мысль, а вот что же мы не подумали про музыку, где ее поставили? Вот этой руны. Хороший вопрос. У Ольги Кривны есть я у нее записи, в том числе и рунические. Возможно, у нее, точнее, у нее были. Как раз я помню, что кто-то в центре говорил, что у нее эти записи есть, и она их собиралась перенести. Но, к сожалению, не успела. Но, скорее всего, они у нее есть, они никуда не пропали. Вот их нужно изучить. Частично музыку некоторых рун, например, «Руны о создании мира», «Руны о швественном крови» и еще пары рун, они записаны у замечательной книги, кстати, опубликованной в Петрозаводске, «Народные песни Микерманнадзе». Там в конце есть небольшое приложение, в котором есть нотная запись расшифровки некоторых рун. Плюс некоторые, опять-таки, жесткие и лодские руны, они существуют же аудиозаписи, которые в том числе и на группе выложены. Их просто можно изучить и использовать. «Народные песни Микерманнадзе» это чей сборник подводит? Это Киуру и Ланос. Киуру и Ланос, да. Итак, вернемся к созданию Калливалы. И вот на волне, скажем так, романтизма Лёнбад из «Канта Литар», который является по факту, «Канта Литар», я думаю, что вы с вами согласитесь, он является каким-то классическим патографическим сборником. То есть Лёнбад, он как раз таки в этом плане, в этом плане, да. Он в этом плане очень похож на созданный Канта Литаролог, но поменьше, именно на основании вот этого собранного материала был осознан общий эпос. И Лёнбад рисковал, потому что незадолго до этого ирландский прядь Макфессон попытался сделать то же самое. Но у него не получилось, его эпос принять не был. И в данном случае Лёнбаду с одной стороны повезло, с другой стороны он был просто сам по себе гениален. Потому что Макферсона не приняли по той причине, что он так и не показал оригиналы. Из чего люди сделали вывод, что песни «Осиана» так называемые, что они не являются русским наследием, потому что оригиналов нет. Из чего возникло подозрение, что Макферсон оригинал просто выглядел. Из чего возникло ощущение, из чего возникла логичная претензия, что данный эпос не может быть народным эпосом, так как он ни на чем не основан. Но в случае с Лёнбадом, несмотря на то, что он добавил элементы, которые не присущи изначально руну, например, смерть Кулерова с точки зрения древних эпосов и Балкакинов, это что-то с чем-то. Потому что не может эпический герой, архаичный эпический герой, не может броситься на меч, он не может самоубийца. Это не типично для эпического героя. Если мы смотрим оригинальные записи, то там он уходит в Страну Мёртвых. Это уже похоже, потому что в Страну Мёртвых, согласно представлению о мире при Балтафина, во-первых, можно дойти, во-вторых, это логичный, вот такой вот шаг великого героя, который в итоге проиграл, Кулер уже все-таки проиграл морально, уйти на своих двоих ногах, в полном моем вооружении, перейти за реку и уйти в Страну Мёртвых. Данный эпизод, я так и предполагаю, я опять-таки предполагаю, что данный эпизод Элиас Лёнард внёс, либо он его записал у образованного волнопевца, который хорошо знал Элиада, либо он внёс его сам, что тоже вполне возможно, потому что он тоже считался в какой-то степени его актернатвердцем, потому что сам этот эпизод со смертью отговорящего меча, ну он очень сильно, очень сильно похож на самоубийство Аякса Санаталамона, прямо вот, прямо ужасно, один в один. И вот такая вот умелая обработка материала с добавлением вот этого народного принципа, о котором я сейчас расскажу, принцип называется принцип контаминации, позволила этому эпосу стать по-настоящему новым уровнем развития устного наследия прибалтийско-финских народов. Относительно контаминации. Контаминация спасла Лёнард от критики, в том числе и критики европиусов. Почему? Потому что устное наследие переводится из уст уста. Переходит из уст уста. И каждый новый исполнитель, особенно это заметно, когда мы говорим о прибалтийско-финских исполнителях, предпочитал что-то добавлять от себя новое. В результате мы сталкиваемся с некоторыми вещами, когда руна, ну, как несколько руна того цикла могут противоречить друг другу. Либо могут в одной руне объединяться два сюжета, которые до этого встречались на графических записях по отдельности. То есть, например, в одной песне, может быть, одновременно там история о сампа история о большом дубе. Или история о большом дубе или еще какая-то. Все в одной руне. То есть, это вполне себе народный, зафиксированный принцип, который называется принцип контоминации по наводке и психологический принцип. То есть, вот наиболее ярким примером, опять-таки, в Калевале, с моей точки зрения, этот принцип проявляется в тех же рунах, как Калево, как это ни странно. Потому что, с одной стороны, мы читали в первой руне, что после того, как Унтамо убил Калево, отца Кулерова, он не оставил никому в жирах. Остался только Кулерова, которого Унтамо брату в рабство. Но проходит руна, и мы читаем, как Кулерова находит всю свою семью, убитого отца, убитую мать, сестру, брата, всех. И они его не принимают. То есть, согласитесь, это вот такой вот сюжетный ход, который, скорее, вероятнее всего, он попал в руны из-за того, что руна-певец, которого записывала в рот-нус, вспоминал, держал в голове две версии. Точнее, версию, которую рассказал ему отец. А отец взял версию деда, немного ее изменив. Вполне возможно, что внук слушал и версию деда, и версию отца. И ходы, какие-то сюжетные ходы версии деда ему понравились больше, а какие-то ходы версии отца ему понравились больше. Он их объединил, и в итоге получилось, что получилось. Вот. Вкратце, это все, что я хотел рассказать.